Художник с уникальным взглядом на традиционные сюжеты. В четверг в областном музейно-выставочном центре состоялось торжественное открытие персональной выставки Вячеслава Ершова. Экспозиция приурочена к 70-летию художника, но это не ретроспектива. Представлены работы двух последних десятилетий, результат духовного и творческого поиска художника. Это работы, если с тематической точки зрения, это, конечно, явно выраженные библейские сюжеты, евангельские, из Ветхого Завета. Это художник очень необычный, потому что иванский зритель вообще его хорошо знает по выставкам прошлых лет. Он моментально приковывает внимание к себе, во-первых, своей монументальностью. Очень необычная художественная техника и с мишением техник. Часто он работает в жанре коллажа, это и живописи, графика. Экспозиция носит название «Эх, маловеры» по аналогии с одной из картин выставки и является отсылкой на известный библейский сюжет. Библия – то, что вдохновляет художника, но в работах превалирует авторский стиль. Узнаваемые сюжеты творчески переработаны Вячеславом Ершовым с учетом художественных поисков 20 века, авангарда иконописного канона, унаследованного еще с Византии. Это немножко уже другой подход. Я к нему очень долго шел. Здесь нет такого, даже не знаю, как назвать, это диктата натуры. Это уже как бы сочинение, форма образования, это работа с самим языком живописи, без какого-то текста, который ты изначально там пытаясь как-то вложить. И возникает вот такая самому неожиданная вещь. То есть даже ее иногда не планируешь, я имею в виду как тему, а она возникает как вот язык живописи сам собой говорит, и потом уже оформляется уже в какую-то последнюю такую вот завершенность, я не знаю, да. В основе многих работ художника образы русской иконы. Но не в своем традиционном виде, а графичные, осовремененные и переосмысленные мастером кисти. Их образное содержание, цветовые решения, особая фактура притягивают внимание зрителя. Испытать этот эффект на себе могут все посетители музейно-выставочного центра. Выставка открыта до 9 февраля. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.